Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Поразительные, конечно, новости. Малышева снова в эфире. Сколько было разговоров, что, возможно, все-таки она осядет в Америке, и счастье все-таки будет у американцев. И чудо чудесное это. Для новых зрителей скажу, почему мы говорим чудо чудесное, потому что в пандемию Малышева восхитилась вот этим вот, этой клеточкой этого страшного вируса и сказала, что просто чудо чудесное, потому что он практически не трогает детей. Ну, для любого здравомыслящего человека смерть даже одного ребенка, это огромная трагедия. Она сказала, что это чудо чудесное. Но после этого ее и называют чудо чудесное. И она снова в эфире. Я вижу ваши сообщения, вы удивляетесь, как так вроде говорили. Друзья, ну, говорили, действительно говорили. Но Малышева снова в эфире. Понимаете, дело все в том, что когда рассказали, что они не нашли статиста для того, чтобы танец яичек исполнить, который был придуман, и ее сын был яичком, который сейчас вот в Америке. То есть, понимаете, ладно. Здесь вопрос заключается в том, что Стриженова поучаствовала в программе Малышевой. Сейчас показывали старые выпуски. Они там меньше, чем за неделю снимают сразу там на месяц программ. И все дело в том, что Стриженова назвала критиков Малышевой. Я не знаю, нас с вами можно сказать или нет. Потому что в основном я вижу все-таки критики. Я не видел ни одного сообщения, где бы написали Малышева молодец. Значит, Стриженова назвала критиков Малышева бездарностями. Бездарности. Сплетники, бездарности и так далее. Вы знаете, друзья, вот что я хочу сказать. Ворон ворону глаз, конечно, не выклюет в данном случае, можно сказать. Но если бы это действительно была программа о здоровье, Белянчиков врач, да, по-моему, фамилия была, вот вела. Но здесь это же просто шабаш. Вот по-другому назвать нельзя то, что там происходит. И советы, которые там дают. Прокладка вместо маски, как правильно какать, танец яичек. Это все, это уже все. Дальше некуда. Понимаете? И люди давно уже говорят, поезжайте вместе со своими докторами там и поработайте в районной какой-то больнице. Чтобы вы увидели вообще то, что вы несете вообще. И самое главное, старшее поколение, друзья, прислушивается к этим советам. Это просто чудовищно. Я считаю, что вот эти программы, и в частности эта программа, это просто позорище. Это мое мнение. Ну а Стриженова, ну, значит, она все советы Малышева исполняет. Ходит, значит, если забыла маску, с прокладкой. И, соответственно, делает все остальное правильно. Не знаю, я считаю, этих программ не должно быть. Это мое мнение, собективное оценочное. Это просто позор. Это позор просто. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал. Кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео на поддержку канала. В отсутствие рекламы, ваша поддержка единственная фактически, что дает возможность каналу существовать. И там же ссылочка на телеграм-канал Будда Гришна. На новости телеграм-канал, как мне кажется, лучший новостной, потому что новости выходят круглосуточно 24 на 7 с моими комментариями. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всем пока, друзья. До встречи.